Возвращаем всех в фирменный магазин женской одежды «Оджен». Большой выбор ярких, стильных, модных платьев. Порадуйте себя и своих близких новыми нарядами к приближающимся праздникам. В продаже есть подарочные сертификаты. Доступные цены, отличное качество, эксклюзивные модели только для вас. Приходите по адресу Стройград, 2 этаж. Здравствуйте. О главных событиях прошедшей недели в информационном выпуске программы «События» в студии Анна Лешкевич. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси на заседании ратифицировали межправительственное соглашение с Израилем об отмене виз и для владельцев национальных паспортов, передает корреспондент Белта. Документ был подписан в Минске в сентябре 2014 года. Он регулирует вопросы, связанные с введением на двусторонней основе для граждан Беларуси и Израиля, которые являются владельцами действительных национальных паспортов, за исключением дипломатических и служебных, безвизового порядка въезда на территорию или выезда с территории государства другой стороны, с целью визита или пребывания не превышающего 90 дней в течение 6 месяцев с даты первого въезда. При этом, как пояснила заместитель министра иностранных дел Беларуси Елена Купчина, в случае необходимости пребывания в стране свыше установленного периода, в частности, для осуществления трудовой, коммерческой деятельности и т.д., предусмотрена норма о необходимости заблаговременного получения визы такими гражданами. Стороны также договорились сохранить за собой право отказать во въезде в свое государство гражданам, которых считают нежелательными, или сократить срок их пребывания на своей территории. Соглашение заключено на один год, и его действия автоматически продлеваются на последующие однолетние периоды до тех пор, пока одна из сторон не направит другой по дипломатическим каналам письменное уведомление о прекращении действия документа. В таком случае он прекращает свое действие на 90-й день с даты получения уведомления другой стороной. Несмотря на принимаемые профилактические меры, обстановка с пожарами и их последствиями в Гродненской области остается крайне сложной. Особенно обострилась данная ситуация с наступлением зимних холодов. С начала текущего года в Сморгонском районе произошло 49 пожаров, в огне погибло 6 человек. За аналогичный период в 2013 году произошло 47 пожаров, которые забрали жизнь четверых человек. Горячей стала и минувшая неделя. Более подробно в нашем сюжете Наталья Антоненко. Печальная статистика пожаров и гибели людей на них возобновилась 4 декабря очередным телефонным звонком в подразделение Сморгонского ручея. Огненная трагедия на этот раз не прошла мимо деревни Сосновка Жадишковского сельского совета. Хозяйкой одного из домов был обнаружен труп ее сына, 1970 года рождения. По прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что произошел пожар постельных принадлежностей из стены в комнате, отдельно стоящей от дома летней кухни, где ночевал пострадавший. Пожар был потушен подручными средствами хозяйкой жилища. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении погибшего. В результате пожара уничтожены постельные принадлежности, повреждена стена, имущество, находящееся в летней кухне. Уберечь себя и свое имущество от пожара – личная задача каждого. Об этом сотрудники РУЧС говорили неоднократно. Однако статистика пожаров и гибели людей на них продолжает расти. Ночью 5 декабря в Сморгонский РУЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Нестанишки, Лылойтинского сельского совета. По прибытию к месту вызова спасателями было обнаружено открытое горение жилого дома. В ходе пожара в доме был обнаружен труп хозяина, 1959 года рождения. Предварительная причина огненной стихии – неосторожное обращение с огнем при курении погибшего. Огнем уничтожены кровли и перекрытие, частично стены и имущество дома. Проблемой возникновения пожаров и гибели людей по-прежнему является игнорирование гражданами элементарных правил безопасного поведения, отметил специалист группы пропаганды и обучения Сморгонского РУЧС Татьяна Русакевич. В подавляющем большинстве случаев огненная беда приходит в жилые дома. Сотрудниками Сморгонского РУЧС проводятся многочисленные профилактические мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде. Однако было неоднократно отмечено то, что большинство чрезвычайных ситуаций – итог беспечности человека. Уважаемые граждане, будьте предельно внимательны и осторожны в обращении с огнем. Исключите привычку курения в постели. Помните, любая небрежность в обращении с огнем может привести к необратимым последствиям. Берегите себя и своих близких. С начала текущего года в Сморгонском районе произошло 49 пожаров. В огне погибло 6 человек. За аналогичный период в 2013 году произошло 47 пожаров, которые забрали жизнь 4 человек. В Сморгонской детской школе искусств имени Агинского представили книгу «Последний приют солдата». Это каталог-путеводитель с фотографиями захоронений на территории Беларуси времен Первой мировой войны. Их в нашей стране порядка 250. Книга издана к столетию начала Первой мировой войны при финансовой поддержке Министерства информации Республики Беларусь, а также при активном участии Минского прихода в честь всех святых, Академии МВД Республики Беларусь, Национального архива Республики Беларусь, Института имени Людвига Больцмана по исследованию последствий войн Австрии. Кроме того, все желающие смогли увидеть карту с обозначением памятных мест. Организаторы презентации уверены, что исторические материалы станут ценным пособием для организаторов белорусских туристических маршрутов. К столетию начала Первой мировой войны в Сморгонской детской школе искусств состоялась презентация книги «Последний приют солдата». В издании собраны ранее неизвестные документальные сведения о Первой мировой войне. В презентации приняли участие священнослужители, представители городской власти, историки, публицисты и военные. Тема Первой мировой войны очень актуальна для Сморгонии. Я благодарен от всей души нашему краеведу Легуте Николаю Владимировичу, который в 2003 году первый начал поднимать пласт участия как раз-то сморгонских действий. Я благодарен Владимиру Владимировичу Прихачеву и другим нашим краеведам, которые с интересом сами, плюс ко всему прививая интерес своих учащихся, вот эти забытые странички истории просто подняли на горы. В издании «Последний приют солдата», выпущенном на двух языках, русском и немецком, собраны сведения о местах воинских захоронений периода Первой мировой войны на территории Белоруссии. Российских, немецких, австро-венгерских, смешанных. Авторам книги понадобилось несколько лет работы в архивах, в том числе и за рубежом, чтобы на двухстах страницах собрать документальные свидетельства войны, о которых не написано в учебниках. Те, которые покоятся в земле, они нуждаются в нашей памяти, они нуждаются в том, что мы заботимся об этих могилах, и, конечно, нуждаются в нашей памяти. Нас в нашем проекте поддержали и Министерство информации Республики Беларусь, и Национальный архив Республики Беларусь, и Организации по уходу за военными кладбищами. Это Австрийский Черный Крест и Немецкий Союз Германии. Всесвятский приход в городе Минске. И многие люди, они поучаствовали в создании этой книги. Мы работали над этой книгой больше года, можно сказать, даже где-то два года. То есть это были поиски могил по Беларуси. Здесь нам помог и архив, конечно, я уже вспоминала, и тоже местные жители. Многие захоронения находятся и на территории кладбищ. В научном труде публикуются сведения о местах воинских захоронений периода Первой мировой войны. Разделы поделены по областям. Обозначено не просто место. Каждый солдатский приют иллюстрирован фотографиями. В дополнение описывается и состояние захоронений. Книга «Последний приют солдата» заняла в нашем большом книжном ассортименте особое место. По той причине, что это впервые не только в Беларуси, а вообще в мировой историографии. Собрана наша историческая память, которая выражена в местах захоронений, связанных с Первой мировой войной. Ведь действительно, на нашей белорусской земле очень много следов оставила эта кровавая, эта самая трагическая война прошлого тысячелетия. Издание должно появиться и в библиотеках, где с ним сможет ознакомиться молодое поколение, которое должно знать, что Великая Отечественная война для белорусов была не единственным испытанием мужества, отметили участники презентации. «Историки, те, кто прочел книгу, говорят о том, что если бы по-настоящему оценили события Первой мировой войны, ее разрушительную силу, трагедию для 38 государств, которые были втянуты этой войной, то, наверное, и Второй мировой войны не было бы. Книга уже имеет международное признание. У книги дальнейшая хорошая судьба, потому что книга привлекает к себе внимание не только широкую общественность Белоруссии, но она востребована и в других странах, там, где также хранят память о Первой мировой войне». Книга может иметь продолжение, поделилась планами одна из авторов Елена Хорошилова. Есть идея создать подобный каталог «Путеводитель» с фотографиями захоронений наших солдат на территории других стран времен Первой мировой войны. Детско-юношеская баскетбольная лига – это важное соревнование, которое проводится в Беларуси уже 17 лет. За это время лига открыла для профессионального баскетбола десятки имен, которые звучат сегодня на баскетбольных аренах не только Беларуси, но и Европы. В соревнованиях «Дюбло» принимает участие будущие члены национальных сборных Беларуси Екатерина Снытина, Анастасия Владимир-Веремеенко, Алексей Тростенецкий, Александр Тарасова и многие другие. С каждым годом география турнира расширяется, а количество команд и участников увеличивается. В 17-м чемпионате примет участие 61 команда из 18 городов. В заявках команд числятся более 700 юных баскетболистов и баскетболисток четырех возрастов – от 11 до 15 лет. Первые результаты турнира стали известны на баскетбольной площадке спорткомплекса «Юность» в Смаргоне. Дан старт играм детско-юношеской баскетбольной лиги Беларуси. В Смаргоне в спорткомплексе «Юность» прошел один из этапов турнира. Это важное соревнование, которое в Беларуси проводится уже 17 лет. С каждым годом география турнира расширяется, а количество команд и участников увеличивается. В 17-м чемпионате примет участие 61 команда из 18 городов. В заявках команд числятся более 700 юных баскетболистов и баскетболисток четырех возрастов – от 11 до 15 лет. Можно сказать, что это соревнование среди спортивных школ республики, где каждая представляет своих игроков, а не сборную. Соревнования «Дюбл» проходят на протяжении года, и поэтому участие в них – отличная подготовка для первенства республики всей команды. На Смаргонской земле на баскетбольной площадке встретились четыре команды – Минск-Цмоки-1, Смаргонь, Минск-2 и Брест. Мы готовимся к чемпионату республики, каким образом через «Дюбл»? Наигрываем ребят, которые слабее, допустим. То есть, если есть более серьезные соревнования международные, там играют основные ребята, те, кто посильнее. А в таких соревнованиях мы можем дать возможность проявить себя ребятам, которые меньше задействованы в международных соревнованиях, которые потом надо подтянуться. Вот они в этих соревнованиях могут себя как-то проявить, наиграть. То есть, там необходимы такие соревнования. Баскетбол – такой вид спорта, где кто-то себя проявляет раньше, кто-то позже. Кто-то формируется раньше, он проявляет и сейчас. Кто-то позже, он заиграет попозже. Поэтому мы наиграем тех, кто заиграет попозже. И они уже тоже хотят играть в баскетбол. Смаргонская школа баскетбола на детско-юношеской баскетбольной лиге представлена тремя командами. Одна команда девочек 2003-2004 года рождения и две команды мальчиков. 2002, 2003 и 1999 и 2000 года рождения. Наши баскетболисты постоянно принимают участие в такого рода состязаниях, которые постоянно поддерживают юных спортсменов в форме. Во время встреч они знакомятся с соперниками, а также приобретают игровой опыт. Чтобы дети играли, тренер должен ставить перед ними конкретные цели. А они должны быть достижимы, чтобы юные спортсмены не потеряли интерес, а стремились к их выполнению. Один сильный американский тренер сказал так, что научить играть в баскетбол невозможно, а научиться играть в баскетбол можно. То есть здесь самое главное это желание ребенка. Если оторвать детей от компьютера, от этих всех посиделок за столом, вот это вот как раз тот момент соревнований, что тренер посмотрит, видит, будет увидеть и будет ему стимул уже для работы. То есть над чем работать будет видеть, что надо улучшать, что усилять, укреплять. Дети должны двигаться, это самое главное. А баскетбол, я считаю, что это вообще лучший вид спорта, потому что здесь все есть. И быстрота, и реакция, и скорость, и скоростная выносливость. И тем более самое главное, что я обычно своим детям говорю так, что в баскетбол дурачки не играют. Здесь надо иметь голову. Если голова есть на плечах, человек в жизни, в учебе нормально, везде все нормально. В Сморгоне каждой команде необходимо было провести несколько встреч. Каждый из матчей проходил по своему сценарию, но борьба была упорной. Иногда счет победителя различался только в одно очко. В итоге команда «Цмоки Минск-1» оказалась в лидерах. Сморгонцы стали вторыми, обыграв баскетболистов «Минск-2». Брещане пока на четвертом месте. Лучшим игроком турнира, который принес наибольшее количество очков в своей команде, признан наш земляк Евгений Янч. Чемпионат детско-юношеской баскетбольной лиги в этом сезоне будет проводиться в два этапа. Первый групповой пройдет с ноября по апрель. По итогам группового этапа четыре сильнейшие команды в каждом возрасте поборются в финале четырех. Команды-победители и лучшие игроки в разных номинациях получат кубки и памятные призы от Белорусской Федерации Баскетбола, Министерства спорта и туризма, а также Министерства образования. Новый диван! Классный! Сосед где купил? В магазине Ами-мебель. В каком? Ами-мебель. Ничего себе, сразу два купил. Сколько стоит? Не может быть. Не веришь? Давай поспорю. Ами-мебель. Бесспорная цена. Секретарь. Вершитель судеб и повелитель деловых бумаг. Все секреты компании хранятся в его голове, как в швейцарском банке. Для него нет неразгаданных тайн, впрочем, как и для переводчика. Но этим проницательным людям не следует скрывать свою профессию. Чтобы заявить о себе, нужно оформить письменное уведомление о роде деятельности и в срок оплачивать единый налог. Как? Эту загадку откроет налоговый инспектор. Живите мудро, трудитесь честно. Приглашаем всех в фирменный магазин женской одежды «Оджен». Большой выбор ярких, стильных, модных платьев. Порадуйте себя и своих близких новыми нарядами к приближающимся праздникам. В продаже есть подарочные сертификаты. Доступные цены, отличное качество, эксклюзивные модели только для вас. Приходите по адресу Стройград, 2 этаж. На территории Беларуси становился зимний характер погоды. Практически повсеместно высота снежного покрова составляет от 3 до 7 сантиметров. И в большинстве районов можно видеть прекрасные зимние пейзажи. Ну а в Сморгонском районе, кроме его южной и юго-восточной части, такого сказать нельзя. Хотя среднесуточные значения температур показывают зимние. И, как прогнозируют синоптики, в ближайшие дни и даже недели ситуация не изменится. Потому что влияние обширного антициклона, который блокировал западный перенос воздушных масс, иссякло. И к нам начнут поступать теплые воздушные массы с Атлантики. Температура воздуха в дневные часы повысится до плюс 4 градусов. В пятницу 12 декабря будет облачность с прояснениями. Ночью еще минус 1, минус 3, а днем около нуля. Утром и вечером местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер южно-юго-западный умеренный. В субботу 13 декабря влияние на погоду в Сморгонском районе окажет активный Атлантический циклон, центр которого из Дании устремится на Балтику. Ожидается неустойчивая облачная с прояснениями погода. В ночные и утренние часы, возможно, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Усилится южный ветер до 15-18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 0,2. Днем мы окажемся в теплом секторе циклона, и температура воздуха составит плюс 2, плюс 4 градуса. В воскресенье 14 декабря Сморгонский район окажется в тыловой части циклона, которая сместится на Кольский полуостров. Местами пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха в течение суток составит 0, плюс 2 градуса. В понедельник 15 декабря на нашей территории сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления и немного подморозит до минус 1, минус 3 градусов. К вечеру, возможно, небольшие осадки. Будет облачная погода. Связано это с приближением теплого фронтального раздела с запада. Днем столбики термометров покажут около нуля. Ветер южный, умеренный. Местами на дорогах гололедится. По предварительному прогнозу зима к нам еще не придет. Из-за влияния Атлантики на территории Сморгонского района температура воздуха установится в пределах от минус 1 до плюс 5 градусов. Пройдут осадки. А во второй половине недели ожидается штормовой ветер. И зима будет претендовать на звание европейской. Это были главные события нашего выпуска. До свидания. Приятных выходных. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин